И к тем, кто доехал, и к тем, кто уже в старте вышел, у команд не ожидается, поэтому будем смотреть. Ну, еще немножко на старте, позволю себе, не помогаю, в огромных масштабах оценивается. И вот Козлов в быстром отрыве, и вот они, вот они убегающие за счет одной длинной передачи команды. Константин Варантович, с уступом на под 55-м, забившись только что 3 очка. Дмитрий Фролов под номером 4, под третьим, быстренько пробежимся. Владимир Грецов по 21-м номером, очень яркий на самом деле игрок. В прошлом туре, по-моему, этих лидеров, по крайней мере на каком-то промежутке игры, точно может включаться и добавлять. Козлов отправляет со средней 2, да, пока Стоктон контролирует. Гарайшин, лично мне, не знаю, запоминает с тем, что очень он заряжен всегда. Но иногда излишне, излишне на мяче зацикливаются. Но у нас Козлов Варанцевич на подборе, сразу поднимает голову Старика в свободное трехо, полетела туда. Да, болельщики Стоктон довольны. К Щипатова тут не попадает, Грецов опять разворачивается. Туда же, по 45 заходит. Высшего на замену Костроченкова. Ну вот, Сергей, кстати, я не, в принципе, если бы какой-то на данный прям момент, наверное, подводили бы, ну, если не старт, если не 5 взамен. То есть не доезжает никто у Стоктона из заявленных. Но зато Дмитрий Фарлов доезжает до трехочкового. Сейчас выдает эту треху, не забил. Костроченков, ох, как близко, но есть все-таки попадание на мячик к кольцу. Выискивать Варанцевич не попадает. Уже кат от самого Варанцевича. Но здесь, конечно, не Гарайшин, не Гарайшин совсем. Константин, когда... О, номинант на отличного ассистента сегодняшнего дня. Козлов не видит пока Козлов, своих партнеров. Но здесь, в принципе, поругают. Неудобно писать сообщение в трансляции. Вы можете зайти в описании и отправить ваше сообщение по ссылочке через Данейшин Альберс. Вот я его тогда прочитаю. Правда, когда матчи идут, чтобы вы активнее себя проявляли, пообщаться. А здесь Варанцевич показывает, какую активность нужно проявлять на паркете. Здорово. На спине такую фразу произнести, потому что досталось ему. По глазам Стюф хорошо на вылете. Так, в воздухе. На счет посмотрите, комментатор уважаемый. Какое сопротивление. Но по факту я считаю, что Атланта действительно продолжает играть, продолжает в матче находиться. И вот вам поял ровно там вообще. Тут просто из-за того, что встречное получилось. Он еще и иногда ушел. Но, понятное дело, что Стариков это скорее так на рефлюактиве неплохой дальний бросок. Но пока он молчит, а Стоктон продолжает. Я уже говорил о том, что вот эти передачи фул... Я не уверен, что Стоктон устанет. Вот, Валь, возвращаясь к твоему комментарию, я тебе так скажу. Темп, в котором сейчас команда играет, к твоему комментарию, я тебе так скажу. Темп, в котором сейчас команда играет, он совсем не бегущий. Стоктон уже раза 4 или 5 просто отдавал передачу по длине. И вот опять ассист, как только мяч подобрали, отправляется на Грицова, который мгновенно спуртует. И его догнать тяжело. Ой, а здесь Грицов такое ощущение, что Валентин верит, что Атланта может взорваться такими переходами. Стариков забивает 3, разводит руками, говорит, Костя, ты в меня невестное решение. От Стюха не ожидал. Я так с периметра почила. Забирает подбор, забивает 3. Да и даже, не знаю, трубы через центр будет скидывать. Но это очевидно, Грицов, когда вот в такие проходы отправляется, он забивает. А вот и болельщиков Атланты, которые как раз за Щипатова сейчас оправданное ваше обращение было, не оправданное. Это игра и здесь в самой динамике немножко нужно поддержаннее быть. Воронцевич отбил слишком сильно Грицову, но Щипатова, браво, зацепился. А Дьяченко 3. Хороша Атланта. Не сбилась она вот на эту эмоцию, знаете, тяжко. Но проблемы с реализацией из-под кольца продолжаются. А вот у Фролова этих проблем нет. Великолепно. Козлов этот кат увидел. Однозначно заигрывается. И Грицова будет очень тяжело забивать. Правда, есть Тюф, пришедший на помощь. Если бы Дьяченко сразу при получении мяч отдал, я думаю, там Атланты, конечно, забило. Но следует все-таки чуть рационально играть. Фролов великолепный. Мистер Дмитрий Фролов. Сколько, интересно. Великолепно на дриблинге подбивает. Там Макчатриан падает. Но мяч остается у Атланта. Бачила. Свободная треха. Туда. Мистер Старнир Енервы. Остается еще. Остается. Где-то мяч усток. Но Макчатриан. Решил идти вправо. Ой-ой-ой. Какая скидка. Ну что ж. Макчатриан попадает. В хайлайтике. По передачам. Так точно. Макчатриан. Решил идти вправо. Ой-ой-ой. Какая скидка. Ну что ж. Макчатриан попадает. в хайлайте ки по передачам так точно может быть а так почила перекидывать своего партнера но фролов козлов в две передачи просто вся атака с окна переходит по чужое кольцо и атланты не успевали стихи мелькают и опять-таки варанцевич гарайшин разгоняет сейчас атаку ой ну хорошо слушай ну как только гарайшин включился вот в этого в ассистента превратить 3 там 2 защищающихся игроков без помощи партнеров козлов 3 3 очка все нормально ну а атланты один блок шот 10 перехватов из 17 потерь но в потерях в принципе команда достаточно близкие большие цифры показал потерь но в потерях в принципе команда достаточно близкие большие цифры показал показывают так что теряет много идей другие и столько нам очень тяжело справляться тогда у тебя нет какого-то прям супер серьезного шутера варанцевич еще одна трешечка к треха как близко было потому что мяч провалился покатался но не упал ага тут гарайшин наконец-таки дождался дождался после того как врывался на скорости под кольцо соперника атаковал сам а тут вот более классический вариант атаки в быстром отрыве францевич на скорости пошел топить и затовил костроченко в зря руку опускал здесь нужно было терпеть до конца уже наблюдаете очень рад потому что не покидает вас баскетбол даже по воскресеньям но и я надеюсь что мой год мой голос опять-таки все-таки не порт картину от просмотра а если так не забывайте заглядывать в трансляцию в описании по трансляции там есть такая классная так ну а тем временем стуктан подвигал мяч выбросил трех и не забил еще подвигал мяч и фролова совсем стюк не стал на него выходить ходит лицо в треху не попадает бачила здорово на как забирает мяч со средней но бачила сегодня самый яркий игрок однозначно сергей старается что-то придумать просто-напросто играет и все постучался по щиту и по кольцу но так и не провалилась это попытка из-за дуги но диченко делать немножко разницу пока